Незапланированный визит глава региона побывал в квартире жительницы Наринмара, которая пожаловалась на бездействие управляющей компании и завышенные тарифы. Чем все закончилось? Да будет тепло в поселке Искателей за счет регионального бюджета. Построят новую котельную. Старые уже не справляются. На карманные расходы в Наринмаре один из ТОСов впервые в истории трудоустроил 16 подростков. Какую работу предложили школьникам? Новшество в образовании. В Наринмаре готовятся к проведению очередной педагогической конференции. Одна из центральных тем взаимоотношения между родителями, учеников и педагогами. И возраст – это только цифра. И сборная Ненецкого округа отправилась в Новосибирск на Всероссийскую спартакиаду среди пенсионеров. На что рассчитывают наши спортсмены? Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. 22 августа. В студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский провел очередную встречу с активистами Общероссийского народного фронта. Вот только обыденное кабинетное совещание для всех присутствующих неожиданным образом превратилось в выездное. Глава региона захотел лично увидеть проблемы граждан, о которых ему доложили общественники. В центре внимания – халатность со стороны управляющей компании и неисполнение контракта по утилизации заброшенных судов в районе Качгартинской курьи. Чем закончился незапланированный выезд, расскажет Алина Ваучейска. Первая проблема, о которой главе региона сообщили активисты Общероссийского народного фронта – заброшенные баржи, что в районе Качгартинской курьи. Подрядчик, по словам фронтовиков, не исполняет свои обязательства перед жителями микрорайона. Разбираться в проблеме Александр Цибульский решил на месте и отправился на берег в черте Малого Качгарта. Возмущенных долго ждать не пришлось. Пока глава региона оценивал масштабы и бедствия, появились те, кто живет по соседству с железным крупногабаритным мусором. В июле должны были это все убрать. Но в итоге уже середина августа и до сих пор еще ничего не убрано. Уже дети, можно сказать, что эти баржи же присмотрели. И это безобразие, конечно, то, что происходит. Я у вас прошу прощения за это. Я узнал поздновато об этом. Но постараемся сейчас максимально быстро это все сделать. Вы тоже немножко потерпите, они сейчас распилят. И после этого я надеюсь… Это не затянется ничего, как обычно? Нет, это не затянется. Потому что еще в начале июля должны были это все убрать. Нет, они должны, я думаю, до сентября месяца это сделать и вот навигацию это все отсюда увезти. И за собой оставить порядок. Прибывший на место Михаил Ферин пояснил, что подрядчик не успел вовремя распилить и вывезти баржи из-за отсутствия кислорода для резки металлов. Александр Цибульский в свою очередь дал руководителю профильного департамента ряд поручений. Я, во-первых, хотел бы вас попросить, вы еще раз пройдите по жителям, которые здесь живут вместе с компанией-подрядчиком. Проговорите, извините за предоставляемые неудобства. И тогда, значит, начните, здравствуйте, эту работу. А второе, что не очень важно, что после себя компания не оставила здесь горы мусора. Значит, вот вы прям поставьте своим сотрудникам и для себя лично где-то поменять, что когда они закончат эту работу, они должны здесь после себя оставить идеальную чистоту. Именно поэтому они имеют возможность здесь пилить. То есть жители после их ухода должны ощутить здесь улучшение ситуации, а не набросанный мусор, как это зачастую, к сожалению, бывает, и что нам фиксируют. Ну, они сказали, вы собственник, делайте сами свой счет. А это и еще одна проблемная зона, куда заглянул глава региона. К фронтовикам обратилась жительница дома 36А по улице Южной. У Людмилы Наумовой неблагоустроенная однушка, которая еще два года назад была признана аварийной. Женщина неоднократно проводила капремонты за свой счет. Да еще и вынуждена платить за такую сомнительную роскошь баснословные суммы. Один с лишним тысяч в месяц коммунальных платежей. Не смотря на то, что я вот сидела даже по уходу, сколько я ходила, сколько я просила сделать перерасчет, что не делается половиной из этого перечня на двух листах формата А4, содержание. Обращалась в гострый жилнодзор. На что они ответили, у вас же есть перерасчет, довольствуйтесь этим. Я еще раз пошла. В итоге они отправили, пришли, посмотрели на весь дом, залезли на чердак. У вас дом не признан, да, в верхнем аварийном? Нет, у нас аварийный стоит. Аварийный, да, то есть он под переселение стоит на второй дом? Ну, это еще считается, что весь дом признан в 2016 году аварийный. И ввиду того, что такие коммунальные, это не обоснованно. Глава региона, мягко говоря, был шокирован таким ценником от управляющей компании. Компания, обслуживание которых стоит 110 рублей за квадратный метр управляющей компанией. Я даже не думаю, не понимаю. Это не считаю, что знаете, газ, свет, я плачу. Я понимаю, только содержание стоит 110 рублей за квадратный метр. Мы можем понять, что здесь по КТС содержит на 110 рублей с квадратного метра. Причем то, что у них где-то больше 100 домов на обслуживании. Я вот убить не могу себя понять. Я очень хорошо помню, вот вы меня простите, я уже что-то так получилось не всю жизнь здесь прожил. Вот у нас в Москве как-то в доме подняли обслуживание до 40 рублей за метр. Ну, там, во-первых, обслуживание значительно выше по качеству. Так это был целый бунт. 110. Я даже себе не могу представить такую сумму, что должно быть за 110 рублей за квадратный метр. Это, ну, должны на руках домой заносить. По итогам внеплановой поездки Александр Цибульский распорядился в ближайшее время провести совещание с представителями городской администрации и Гостроюжилнадзором. Во время заседания будут проработаны меры воздействия на управляющие компании, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. Особое внимание на совещание уделят формированию тарифов управляющих компаний. В продолжении темы это далеко не первый прецедент, когда управляющая компания ПОК и ТС недолжным образом выполняет свои обязательства. Так, Гостроюжилнадзор дважды требовал от коммунальной организации устранить нарушения в части надлежащего содержания и ремонта общего имущества в многоквардирном доме на улице Меньшикова. Однако хозяйственники проигнорировали предписание и ничего не сделали, пишет информагентство НАУ24. В связи с этим надзорное ведомство лишает коммунальную организацию права управлять данным жилым строением. Между тем, глава региона распорядился в ближайшее время провести совещание с представителями городской администрации и инспекции Гостро-жилнадзора, где будут проработаны меры воздействия на управляющие компании, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. Особое внимание на совещание уделят формированию тарифов. По словам Цибульского, цитирую, многие граждане сейчас живут в нечеловеческих условиях, а платят деньги больше, чем в нормальных благоустроенных квартирах. Конец цитаты. В поселке Искатели тем временем построят новую котельную. Имя подрядчика станет известно уже 10 сентября, когда Управление госзаказа подведет итоги электронного аукциона. Согласно официальной документации, начальная цена контракта составит 180 миллионов рублей. Эти средства предусмотрены в региональном бюджете. По условиям контракта возвести будущий социальный объект подрядчик должен до 15 августа следующего года. Как пояснил глава Искателей Григорий Коваленко, котельная муниципалитету крайне необходима. Сейчас в поселении работает две котельные. Одна из них построена 20 лет назад, и к ней особых нареканий нет. А вот вторая, ровесница поселка, ее нужно заменить. Добавлю, новое здание котельная будет каркасным с элементами в виде металлических блоков. Проектом предусматривается центральная отопительная котельная, установленная тепловой мощностью 16 мегаватт. В качестве основного топлива будет использоваться природный грязь высокого давления с Василковского месторождения в качестве аварийного дизельного топлива. В России сегодня день государственного флага. Триколор стал официальным символом нашей страны в августе 1991 года. Именно тогда два самодельных флага были подняты в Москве и Санкт-Петербурге. Сейчас эти исторические стяги хранятся в музее, а спустя три года 22 августа стало праздничным днем. В Наринмаре основные торжества сегодня прошли в фойе Дворца культуры Арктика, хотя изначально все должно было состояться на главной площади города. Помешал проливной дождь. В рамках праздника организаторы подготовили несколько акций «Флаг моей Родины» и флешмоб «Споем гимн вместе». Между тем, Ненецкий округ сегодня присоединился к всероссийскому проекту команды «Молодежка ОНФ Россия в каждом окне». Так, например, на здании Ростелекома появились сразу несколько триколоров. Они украшали стены на протяжении всего дня. Завершится праздник показом конкурсных работ Всемирного фестиваля уличного кино. Зрители смогут оценить лучшие короткометражные фильмы начинающих российских режиссеров. Показ проходит в эти минуты в главном зале ДК «Арктика». В регионе завершается кампания по летнему трудоустройству подростков. За три месяца в ней приняли участие порядка 800 несовершеннолетних. Сферы деятельности абсолютно разные. Кто-то убирал мусор на улицах города, ну а кто-то помогал офисным сотрудникам. Между тем, впервые в истории Наринмара школьников временно трудоустроили в одной из территориальных общественных самоуправлений. На условия ребятам жаловаться не пришлось. Удобный график, хорошая зарплата, ну а главное – общение с друзьями. Все подробности у Александры Литковой. Посадка цветов, уход за деревьями и проведение игр с младшими ребятами. А также сбор мусора на территории микрорайона. Такие обязанности были у 16 школьников целый месяц. Екатерина Филипова – одна из них. Работает в первый раз. Признается, на что потратить деньги пока еще не решила. Но уж точно знает, что следующим летом дома сидеть не будет. Лучше, конечно, работать, чтобы наш город становился лучше, красивее. Работать – это интересно. Возможность заработать по 20 тысяч рублей молодым людям предоставил ТОС микрорайона «Старый аэропорт». Это первое территориальное общественное самоуправление региона, которое приняло участие в окружной программе занятости детей в летний период. Необходимость уборки поселка существовала давно. Но поскольку ТОС – это общественная организация, силами жителей мы проводили субботники, а систематической уборки поселка в летний период не осуществлялась. Поэтому пришла в голову идея заключить договор с центром занятости и взять на работу детей и подростков по программе трудоустройства детей на летний период. Уважать чужой труд и не бросать мусор на тротуары, газоны и дороги – такой вывод для себя сделали подростки после месяца работы. Ведь отходов собрали немало. В первое время уходило три мешка в день. Кроме того, участвовали во всероссийской акции. Очищали от хлама берег Качгартинской курьи. Я очень довольна первым опытом. Конечно, было трудно, поскольку не все дети хотели вовремя приходить на работу, не все дети хотели качественно выполнять работу. Приходилось за ними следом идти и подправлять. Но в целом, я думаю, опыт положительный и для ТОСа, и для детей, поскольку мой район стал чище. Я очень благодарна детям. Положительный опыт этого года в ТОСе планируют повторить следующим летом. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Двухдневная программа и более 600 участников в Наринмаре уже все готово к проведению очередной педагогической конференции, которая традиционно состоится в Наринмаре с 27 по 28 августа. На этот раз она будет посвящена стратегическим ориентирам развития системы образования в регионе. На площадке соберутся преподаватели, воспитатели и все те, кто занят в сфере дошкольного и профессионального образования. Между тем, на конференцию приглашены заслуженные учителя, ветераны педагогического труда и представители общественности. Симпозиум откроет пленарное заседание в Большом зале Дворца культуры Арктика, где директора учреждений и преподаватели обсудят актуальные вопросы в сфере образования, а лучшим работникам вручат ведомственные награды. Также 27 августа запланирован ряд совещаний с руководителями надзорных органов прокуратуры, Госпоженадзора и Роспотребнадзора. Во второй день, 27 числа, состоятся педагогические чтения, работа которых будет проходить по тематическим секциям. На них обсудят инновационные образовательные практики. Итак, напомню, конференция в столице региона стартует уже в предстоящий понедельник. Выдающийся ученый, зоотехник и преподаватель в Краевском музее продолжают работу выставка, посвященная 105-летию со дня рождения Петра Андреевича Рочева. Именно он вывел знаменитую холмогорскую породу коров печерского типа. Фотографии и документы, представленные на экспозиции, рассказывают посетителям о непростой жизни известного зоотехника. И вот мы видим с вами на фотографии как раз участников этого мероприятия. Здесь и партийные руководители округа, и ученые, в том числе в центре сам Петр Андреевич Рочев. Он был всегда в центре. Это доказывает не только фотографии из семейного архива, но и документы, многочисленные грамоты и дипломы. Научный сотрудник Краевического музея Марина Колавангина знакомит нас с уникальной личностью – Петром Андреевичем Рочевым. Харизматичному мужчине, известному ученому зоотехнику, депутату, преподавателю в этом году исполнилось бы 105 лет. Он родился в селе Мокчае Ижемско-Печерского уезда Архангельской губернии 18 октября 1913 года в семье Коми-крестьянина. В 1934 окончил Вологодский сельскохозяйственный институт. Уже в сентябре 1935 ему предложили возглавить Печерскую сельскохозяйственную опытную станцию. Петру тогда было всего 22 года. В 1940 году Петр Андреевич Рочев подал заявление о вступлении в ряды ВКПБ. Позднее он писал, мое поколение по праву может гордиться своей принадлежностью к этому боевому корпусу коммунистов. Вся сознательная жизнь моих сверстников неотделима от биографии страны Советов. Практический опыт служения Родине приобретали мы, начиная с комсомольской юности, через годы первых пятилеток, через суровое лихолетие Великой Отечественной войны. Великая Отечественная война прошла по судьбе Петра Андреевича, как и по судьбам миллионов советских людей. В 1942 по 1945 годы он служил в рядах Советской армии, участвовал в боях Донского, Юго-Западного и Третьего Украинского фронтов. Принимал участие в освобождении городов Запорожья, Марганис, Никополь, Николаев, Одесса. Был ранен 19 января 1943 года в Воронежской области. Тогда его однополчане характеризовали как храброго и очень грамотного стратега. За успешные боевые действия в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками Петр Андреевич Рочев награжден многими орденами и медалями. О героизме Петра Андреевича на фронте говорят и шесть благодарностей. От верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, которыми он очень гордился. После войны в январе 1946 ему предложили новую должность директора Наринмарской оленеводческой опытной станции. Самая первая фотография, когда он в мае 1946 года приехал к нам в Наринмар. Снимок интересен тем, что его автором является Владимир Николаевич Андреев, возглавлявший Наринмарскую сельхостанцию в годы Великой Отечественной войны. То есть шла передача документов в буквальном смысле вплоть до фотографирования нового руководителя, только вернувшегося с фронта. И начались трудовые будни. Основными направлениями в работе станции были растеневодство и оленеводство. Ведь до него проблемами развития молочного животноводства особого внимания не уделялось. Ручев активно поддерживал идею научного сотрудника, мастера спорта по стрельбе Макридина, по использованию малой авиации для отстрела волков как средство защиты оленеводческих стад от хищников. Один волк за год может уничтожить до 30 оленей. Но главным делом в своей жизни он считал совершенствование печорского крупнорогатого скота. Он называл его «золотым фондом за полярьем». Благодаря многочисленным опытам эта оценка начала подтверждаться к концу 50-х годов. На станции удои лучших коров составляли более 5000 килограмм. В 1965 году, выступая на пренуме Нинецкого окружного комитета КПСС, ученый уверенно заявлял, доказано, что местный печорский скот, улучшенный при литеем крови холмогорской породы, на местных кормах способен давать годовой удой на одну корову 3000 килограмм при среднем кормлении, а при повышенном – 4-5 тысяч килограмм. Новая холмогорская порода печорского типа имела высокую устойчивость к климатическим условиям Крайнего Севера. Петр Андреевич скончался в 1991 году. Похоронен в Ленинграде. На памятнике родные поместили его фотографию военных лет, объясняя это словами «Пусть знают, что здесь похоронен настоящий мужчина». В память о выдающемся земляке в Наринмаре в 2012 году на здании Наринмарской сельскохозяйственной опытной станции была установлена мемориальная доска. Любовь Пермякова, Ленинград Шишелов, Телеканал «Север». И в завершении высокий возраст – не преграда. В ближайшие дни в Новосибирске стартует уже пятая по счету спартакеада пенсионеров России. Накануне на соревнования отправилась и сборная Ниньевского округа в составе 8 человек. В программе состязаний комбинированная эстафета, плавание, настольный теннис, шахматы, дартс, пулевая стрельба, легкоатлетический кросс, а также многоборье. Турнир будет проводиться как в личном, так и в командном первенстве. Конкретных задач наши спортсмены перед собой не ставят, но уверены, что покажут достойные результаты. У нас округ малочисленный. У нас пенсионеров всего 14 тысяч. Допустим, в Архангельске – 360. Но наша команда всегда бывает в серединке. Вот если у нас участвует 80, допустим, регионов, да, то мы где-то в серединке. Это приятно. А в прошлом году по эстафете мы были вторыми. Стоит отметить, что с каждым годом количество участников на турниры пенсионеров неизменно растет. Более того, вместе с российскими спортсменами соревнуются и иностранные. В прошлом году приезжало уже 70 регионов. А в первый год в Чебоксарах, это 2014 год, там участвовало 54 региона. Но помимо регионов, приезжают команды из-за рубежа. Немцы приезжают, Азербайджаны, турки, сербы приезжают, Молдавия была. У них хоть команда не полная, но они участвуют, стараются участвовать во всех видах. Всего же в состязаниях примут участие порядка 600 спортсменов. Добавлю, в мае текущего года в Наринмаре прошел региональный этап соревнований. И тогда по итогам первенства был сформирован состав команды уже на всероссийский турнир. Такова была информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и хорошего вечера.